Тазы на полу и разводы на потолке. И это несмотря на то, что дождя не было давно. Если раньше использовать подручные средства надо было только во время обильных осадков, сейчас течет с крыши постоянно. В январе месяце были проведены работы по демонтажу противопожарных колпаков, которые во многом скрывали вот эти недостатки балки. И только после этого стало видно, что существует прогиб балки. С тех пор уроки здесь не проводят. Занимаются на улице, в еще одном зале. Но с введением обязательного третьего часа физкультуры искать решение стало сложно. На ремонт крыши уже выделяли 1 миллион рублей, но этого недостаточно. Убедиться лично, что 3,8 миллиона надо отдать 38-й школе, пришли депутаты горсовета и глава города. Ну их и должно хватить по проекту на полный капитальный ремонт крыши третьего этажа над спортзалом. И устранение дефектов, то есть укрепление вот этой балки с прогибом. Кроме этого, за счет экономии средств планируется косметический ремонт. В 38-й школе с момента ее открытия 25 лет назад капитального ремонта не было, но еще во время строительства во втором спортзале была та же проблема. Возможно, просто сам проект здания был не совсем удачным. Крыша все же не должна быть ровной, говорят специалисты. Главная задача сейчас – постараться успеть до начала учебного года. Впрочем, в этом есть сомнения. Я вот в честное думаю, что нет. Если завтра примется решение, это уже, условно говоря, с оформленными документами 10 июля, плюс месяц расторговки – это 10 августа. Но и надо полагать, что за 20 дней этот вид капитального ремонта ни один строитель хорошо не сделает. Мы не будем торопить. Самое главное – будет поставлена задача до заморозков, до снега закончить капитальные виды работы. Как бы то ни было, закрывать школу никто не собирается. 1 сентября она откроет свои двери для 900 учеников.